вот это все надо установить сегодня стены сможем я думаю сможем пока мы с вами не приступили к последней заключительной серии нашей отделки я хотел бы коротко напомнить что мы уже сделали первым делом мы протянули всю проводку после обеспылили все стены и очень хорошо загрунтовали их на два раза внимание на два раза пеноблок это очень впитываемый материал поэтому двойная грунтовка это лучший вариант после чего мы затянули все стены в клей для ячеистого бетона и вклеили туда сетку после мы установили маяки на клей для пеноблока с использованием алебастра сегодня мы с вами занимаемся штукатурочкой наших стен и попутно я расскажу про все остальные там нюансы ништячки и моментики поэтому следите за видосиками час утра настроение бодряком тяжеленькая работа сегодня будет и так вот чему мы пришли с вами на последние видео встречи сейчас я наверно с этой стенки начну потому как мне нравится больше всего она пойдет в один раз потому что толщина небольшая тут примерно два сантиметра я думаю что мы будем накидывать прямо в раз первое что сейчас делаю это второе прогрунтую я всегда грунтую люблю грунтовать грунтовать это правильно кстати примечательный момент всегда замешивал в небольшое ведро круглой формы вы наверное видели в предыдущих видео его но в этот раз я его потерял обыскал всю стройку взял вот эта корыта которая приобрел уже очень давно и вот не было бы счастья да несчастье помогло в конечном итоге я понял что именно вот такие объемы мне и нужны классно получается что в него входит целый замес и это намного удобнее чем пользоваться маленькими корытами как я уже и говорил консистенция раствора очень простая на три ведра строительного песка я использую одно ведро суглинка с местной речки вода одно ведро цемента и один колпачок фэри раствор получается очень эластичный и отлично клеится к стене набрасывать мне понравилось тоже тремя путями оптимальный вариант для заполнения больших проемов это ковш если нужно подобраться куда-то очень специфично я использую простую кельму но для сложных участков я накладываю с кельмы на равнила и с него уже бросаю я покажу вам как это делается чуть позже при накидывании раствора я стараюсь обходить те места где находятся розетки выключатели и так далее пару раз я их запечатывал потом приходилось искать их по документам скажу честно находил самое простое находить розетки смотреть на верхнюю распаячную коробку и визуально опускаться глазом вниз после того как мы с вами закидали основной слой и далее какое-то время этому всему мероприятию подсохнуть мы с вами просто берем и уже вот так мы смело можем наносить тем самым выравняем стену уже под финалочку при том что мы дожидаемся с вами сутки двое-трое и так далее места под розетки и под выключатели вот как я оставляю потом это аккуратненько обобьется молоточком и здесь можно будет уже поставить квадрозетник прям не боясь сейчас мы это все опять срежем красота это уже сто процентов не забухтит потому что это высохло простор уже там сплотился и сейчас вверх закидаю потом с вами срежем ровненький уголочек будет просто огонь смотрите да это производители красивый хороший робот если хотите чтобы я вас прорекламировал ну пишите там не знаю звоните я с удовольствием оденусь в ваш костюм тем более скоро осень такой маленький элементик рекламки мы любые на рекламе до боли знакомая правила ровняла мы срезаем до потолка 310 маяки их выпускают трехметровые так что 10 сантиметров пока не хватает изначально я хотел сделать порву на 5 там 5 там потом понял что у меня пол поднимется на 10 и здесь опустится на 10 поэтому я там примерно как-то ровняли верха на самом деле потолок уже будет вот здесь здесь же еще вентиляция пойдет по потолку вот так поэтому нам в идеалочку не надо но я все таки стараюсь примерно прийти более-менее ровно к потолкам ну вот как то вот так как скажете мне кажется прикольно вообще ровненько да вам видно стреляйте лазером не знаю ну еще посмотрите вот эти все огрешки беру шпатель простой шпатель такой широкий и стены вот так начинаю проходить и все лишнее отлетает все что где были огрешки не камешки эти все мелочи если вы когда-либо захотите понять на что вы способны за один рабочий день это я имею ввиду где-то с 12 и до 6 вечера то я вам скажу что примерно вы сможете сделать вот такую стену в одну каску и я очень рад тому что не только я это сделал а тому что преображается дом и мы считаясь 15 стен сегодня с вами сделали уже можно сказать две наверное потому что досталось допинать прям мелочи сегодня подсохнет завтра я уже это добью и пойду в ту сторону а сейчас я хочу вам показать тот самый небольшой ништячок а суть его в том что не обязательно дожидаться того что маяки пристынут и вырывать их уже потом с перфоратором как написано строительных книжках а фишка в том что можете прям сегодня вечером когда вы закончили эту работу вырвать их причем очень просто для этого вам нужен всего лишь один саморез и у вас они идут на следующую стену классно а теперь давайте в ускоренных кадрах вы посмотрите как я выйдет но это все быстро и аккуратно на секундочку 5 маяков по 20 рублей 120 рублей экономии чтобы правильно оформить проем нам нужно демонтировать старые двери сделать это совершенно несложно потому что установлены они просто на пену вот так ребятушки это делается вот так стройкой стройкой общественная работа никто не отменял в начале года запланировали отсыпать дорогу нашей просеки чтобы можно было хоть как-то передвигаться после дождя и в дождь или перед дождем так как я являюсь инициатором этого мероприятия на меня и свалились все эти задачи приходится львиную долю времени уделять общественным работам недавно мы завезли суглинок и сейчас все это нужно выровнять и сделать подготовку под будущую дорогу супер у нас теперь будет своя новая классная дорога останется только ее гравием отсыпать и все мы приближаемся к цивилизованному обществу так как там у нас угостить тракториста святое дело до покормить ну чем чем богатый классно классно дорога супер получается прелесть вот такую красоту нам на улице смотрите я закончил эту работу блин сколько было трудов сколько было потрачено сил на самом деле моя грусть не от того что я очень сильно устал хотя это тоже а грусть от того что заканчивается отпуск я отдохнул набрался сил и теперь с новыми силами снова с новыми этот перфоратора ребят если кто-то знает почему перфоратор плюется маслом расскажите мне может быть я немножко его перри трудил но всего лишь то что я им сделал это вот вот такое отверстие многие сейчас скажут да ты лузер если ты не пользуешься коронкой друзья у меня любительский перфоратор макита по моему и если даже на него коронку отделом бы не смог высверлить вот он бы просто помер я вот это все просто взял а тем более у меня бетона да нет у меня вот только вот это отверстие и вот там наверху это для одного выключателя там будет вай фай роутер или что-то такое стоять поэтому там еще будет розеточка все так я должен вам провести небольшой экскурс по всем вы видели как я штукатуре увидели как я накидываю раствор вы видели как я выставляю маяки и вам в принципе осталось только увидеть как я финиш на это загоняю уже в такой приятный тон как я делал это 10 видео назад можете это отмотать плейлисты и посмотреть как мы это делали и извиняюсь что это чумозон короче ну вот так я только что закончил осталось всего лишь вот коридор вот эта стенка и вот эта стенка все а ну еще колонна и возможно вот эта стена я еще точно не знаю буду ли делать потому что я пока не знаю по освещению будет ли здесь какой-то включатель подвала я не хочу его делать здесь потому что когда будешь идти зал по интуиции захочется включить эту клавишу а за у нас включается вот тут поэтому скорее всего там под лестницей будет датчик движения который просто заходишь вот в эту зону будет включаться маршевый свет я поставил двери которые у меня в изобилии здесь дверь поставил на кухню там у нас спальня будет но пока кухня то есть там и в туалет я тоже установил дверь стенки ровные прекрасные отличные получаются и конечно душа поет душа поет а тело устает доставил баньку сейчас в баньку помоюсь и поеду до города съезжу и еще ребят если вы только начинаете строить свой дом я бы вам посоветовал все-таки задуматься не о квадратной архитектуре а вот атаку изогнутой до в материале уходит дороже а квадратура получается меньше материала больше домик сам по себе просто интересный квадратные дома вот просто не люблю не буду никого бежать просто ну просто мне не нравится но если вам нравится конечно что то надо делать да сегодня весь день хожу этим маслом на руке и я что-то подумал о том что я наверное хочу татуировку мне реально прикольно ходишь так смотришь такой прям а чувачок такой но хочу партакси на руку так как считаете давайте на 100 тысяч подписчиков я забомбашу себе руку в какой строительной тематике чувак с мастерком но не но это если вы поддержите в комментариях то будем об этом думать кстати я предыдущем видео просил вас посоветовать мне по заделки отверстий для подвальных помещений потому что отмостку я вообще нифига не успеваю уже холода скоро мне еще вот надо штукатурить чем ту комнату и туалет по этому посоветуйте что-нибудь пожалуйста и в следующем видосике мы обязательно снимем как мы зачеканивая наши отверстия в подвале если честно уезжать со стройки совсем не охота так здорово ребят если вы строите свой дом я вам горжусь и я всячески поддерживаю ваше начинание строить свой дом своими руками это классно а я поехал те же в город по проведу семью потому что не видел их почти неделю счастливого